Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Здравствуйте. Добрый день. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, а чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это выясняем из программы в программу. Вместе с нашими слушателями в этом выпуске решили разобраться, как гаджеты влияют на детей. До эфира собирали мнения нашего подрастающего поколения. Обязательно познакомим вас с ними в рубрике «Детское мнение». Сразу же скажу, что мнений было очень много, поэтому мы даже два блока детского мнения сделали. В конце программы обязательно оставим время поиграть. Игра будет призовой, не пропустите. На сегодня будем разыгрывать пригласительный в кино на два лица. Вопрос будет несложный. Намекну, что надо будет назвать имя известного советского педагога. Вот так вот, да, вот чуть-чуть вам только приоткрыла. Телефон студии 787710. Сейчас просто его, напоминаю, звонить можно будет позже, тогда, когда скажем. Видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твериград. Итак, гаджеты и их влияние на детей. Вот, на мой взгляд, да, чтобы обозначить вот проблему, почему мы за нее взялись, и специалисты, и родители делятся на два таких вот лагеря условных. Одни говорят, что гаджеты – это здорово, другие говорят, что много все-таки от гаджетов вреда, и как можно меньше нужно детям давать пользоваться. Ваше мнение, пожалуйста. Мнение заключается в том, что в данной сфере, действительно, сфера очень большая, и в ней очень много моментов, аспектов, и в одну передачу мы, конечно, не уместимся. Скорее всего, будет еще много других моментов, которые мы будем обсуждать. Сегодня бы хотелось бы обсудить момент общего, общей ситуации, общей сферы в том, что в ней есть мифы. Несколько мифов, которые и обсуждают как раз люди. Первый миф – это то, что есть исследования, что есть исследования, которые подтверждают либо тот факт, либо там обратный факт. По факту таких исследований нет. Нет. Ни одного исследования, в котором бы принимали участие дети, то есть дети, люди до 18 лет, и там бы исследовался вопрос отношения гаджетов, связи гаджета с коммунитивными процессами, связи гаджета с коммуникативными процессами, с процессами в мозге и так далее, и так далее, и так далее. То есть это однозначно нет такого исследования? Нет, нет. Потому что во всех статьях, которые я читала, да, для подготовки к эфиру, там указывается, что зарубежные исследования, там туда, сюда, везде какие-то, да, приводятся в данные. Вот, да. И даже, возможно, мы можем сделать некоторый диалог с нашими радиослушателями, что если кто-то знает хоть одно такое исследование, он может… Назвать автора конкретно, да, и название исследования. Да, и название исследования. Более того, мы там в течение нескольких месяцев проводили, скажем так, проверку всей информации, что есть в сети, да, которая ссылается на те или иные исследования. И очень часто в 90-й по-стану случаев выясняется, что это не исследования, а просто какие-то мнения людей, которые опубликованы в журналах, в тех или иных журналах. И второе, это есть немного исследований, но они никак не связаны с гаджетом, и там из этих исследований нет ни одного про детей. То есть есть некоторые исследования, связанные с исследованием влияния гаджетов на взрослых людей, но если их посмотреть целиком, эти исследования, то есть часть исследования, которые говорят, что это хорошо, и часть исследования, которые говорят, что это плохо. Даже с точки зрения здоровья, вот, например, с точки зрения офтальмологии, Все равно зрительный нерв напрягается очень сильно в какой-то момент. А если взять, например, ребенка, то, ну вот, да, даже я не офтальмолог, соответственно, не медик, да, но у меня даже в понятиях, что у ребенка еще не сформирован окончательно зрительный нерв. Он не может либо вообще, как советуют офтальмологи, не подпускать детей гаджетом как минимум до трех лет, не давать особо смотреть ни телевизор, ни телефоны там, да, ни планшеты, потому что именно формируется вот зрительный орган, и это может навредить. Есть такие исследования по офтальмологии, да, и все исследователи приходят к одному выводу, что связь не прямая, нет прямой связи. Но может быть хотя бы по времени тогда должны быть какие-то ограничения? Когда они смотрят по конкретным уже группам, то есть не впечатление какое-то о процессе, а когда берут контрольную группу, группу которой следуют и так далее, то когда они анализируют информацию, которая приходит, то разница очень незначительная. И это не дает возможности исследователю сказать, что да, есть точная связь. То есть нет ни корреляции между этими данными, и нет, скажем так, ну, такого сильного там, ну, то есть, например, человек пользуется гаджетом там полгода, например, да, и все, зрение падает у всей группы контрольной. Такого не происходит. Нет, нет, по времени именно не полгода, год там, да, а именно вот сколько часов в день? Да, живут, да, ну, то есть они делали такие исследования, что несколько, ну, там, порядка там 8 часов в день человек пользовался каждый день, и у группы все равно понижение не происходит массово. То есть оно происходит у кого-то, но почему оно происходит, то есть прямой связи с гаджетом, оно может происходить от разных вещей. Но есть другие некоторые исследования, которые связаны с зрением, которые как раз связь нашли, то есть вот определенно найдена связь, что есть генетическая зависимость, что да, если у родителей есть, то риск очень высокий будет. Есть какие-то заболевания, да, зрительные? Да, конечно, они исследования такие проводили, брали группу, у которых есть родители, у которых есть такая связь, брали группу, у которых нет такой связи, проводили эти исследования и заметили, что да, действительно, корреляция сильная, то есть очень большая. В гаджетах такого не происходит. То есть можно так говорить, что да, там гаджет может за это как-то влиять, но исследований таких нет. Вот. И в других направлениях, которые пытаются исследовать... тоже вот у ребенка, да, или беспокойный сон, вот он пересмотрелся, пересмотрел всяких мультиков, да, там, где стреляют или где-то какие-то агрессивные действия происходят, и ребенок ну, собственно, перевозбудился, да, он не может спать, может быть, ночью даже разговаривать, как-то крутиться, вертеться. В данном случае в течение дня происходит еще много всего остального, и говорить, что это только вот от этого, именно от этого происходит, ну, тоже тяжело. В исследованиях получается, что информация, когда даже взрослых исследовали, получается, что она и такая, и такая, и нету точного влияния, потому что эта проблема с телефоном, и даже вот излучение телефона, да, когда они были еще с большим излучением, проводили много, уже 40 лет проводят исследования, и ну, как бы точного, объективного исследования, что это именно плохо или хорошо, никто не может сказать. И Всемирная организация здравоохранения, она приняла позицию, что мы не знаем, как это происходит, но лучше давайте мы и так вот будем как-то это обходить, это вот. Но подтверждения этому нет, они сами же это признают. Еще один, наверное, как вы выражаетесь, да, миф, чем больше сидишь с гаджетами, а в основном мы ими пользуемся, когда сидим там, да, или стоим там, ну, я не говорю, что телефон, когда мы идем там, да, но планшет, компьютер, мы сидим. И эта малоподвижность, она тоже влияет на подрастающее поколение, а именно, они начинают меньше двигаться, увеличивается масса тела. Ну, то есть, вот есть вот такие вот мнения против пользования гаджетом. Мнение такое может быть, да, но исследований в этом направлении не происходит. А что касается... Лучше двигается, ну, соответственно, у него увеличивается вес, а он почему? Ему там интересно, вот он сидит за этим гаджетом. Ребенок в своей деятельности, он не только не двигается, когда за гаджетом сидит, он не двигается, когда сидит, играет с игрушками, например. Там, с кубиками собирает там. Ну, он то один кубик взял, то другой кубик взял, по крайней мере, он как подошел... Здесь он тоже как бы он не, он не, прям, не замирает и не это самое. Он так вляжет, он так, он перейдет, он пойдет что-то еще сделает, пойдет попьет там и так далее. То есть, у него в этом плане... Поест. Поест, да. Вот. Не увеличение массы тела. Вот, да. А самое интересное, что когда они с гаджетом начинают взаимодействовать не по одиночке, а несколько детей и есть гаджет. Тогда у них движение вокруг гаджета, оно прям физическое. То есть, они то так переместятся, то так, то куда-то перейдут, там, то перейдут в другое место и так далее. Вот. То есть, в этом плане, я не знаю, не отмечал. Артем, я хотела бы, конечно, предоставить слово милое, но давайте сначала послушаем самих детей. У нас рубрика «Детское мнение» прямо сейчас. Одна из... Кстати, давайте слушать. Детское мнение. Мне нужны гаджеты для того, чтобы... Игра с друзьями, ну, как планшеты или телефоны, смартфоны всякие. Потом в интернете лазить, в инстаграме с друзьями. Потом по-домашнему заданию в микро... С мамой после школы... Музыку слушать на колонке... Фоткать что-нибудь в особых местах. Мне нужны гаджеты, потому... Ну, для того, чтобы играть в Майнкрафт, ну, или в Бравл Старс по сети. Вот именно по сети. Потому что по сети как-то, ну, интереснее. И еще... Ну, для каких-нибудь достаточно маленьких игр, в которые можно поиграть, не знаю, когда я там и еду куда-то. Ну, или в целом, когда, ну, нечего делать совсем и рядом никого нет. Мне еще гаджеты нужны, чтобы, ну, узнавать какую-то информацию в Гугле. Например, ну, сколько лет Путину. Мне мама разрешает полчасика играть в телефон. Надо там с алхимика играть. Надо с человечков там драться. А сундук можно... Подойди к нему, нажать восклицательный знак, и тебе что-нибудь выпадет. На телефоне я смотрю познавательные видео. На компьютере я пытаюсь анимировать, придумывать своих персонажей, рисовать какие-то мультики. Еще я смотрю видео, как это делают другие люди, пытаюсь чему-то научиться. Пока у меня все получается. Мне нужны гаджеты для того, ну, чтобы, например, поиграть в Майнкрафт. Мне нужны гаджеты просто, чтобы отвлечь от реального мира, когда тебе скучно или грустно, я не знаю. Ну, часто бывают моменты, когда просто хочется забыть все, что есть в реальном мире, и окунуться в интернет или что-нибудь такое. Детское мнение Вот такие замечательные у нас высказывания нашего юного подрастающего поколения. Некоторые прям действительно очень взрослые такие мнения. Мил, я знаю, что вы хотели что-то рассказать по этому поводу, добавить, высказать свое мнение. Да, у меня было, хотела апеллировать к тому, не знаю, точно кто-нибудь из нас сейчас знает, сколько тратится килоджоулей, когда работает голова. Нет, конечно. Никто не знает. Вот зато все знают, что нужно ребенку потребить там, не знаю, там тысячу килокалорий. Но мы говорим о каком-то росте веса. Он занимается, он занят тем, что у него работает голова во время того, когда он играет в гаджет. Сколько он там тратит? Никто не считал. Если ребенок не движется, у него просто не нарастает мышечная масса. Ну, можно уделить этому время, там, бассейн, какие-то другие тренировки, еще что-то. Идите гуляйте, что-то делайте еще. Ну, это, то есть, ребенок, извините, толстеет не из-за того, что проводит время с телефоном в руках. Да, действительно, дети наши прекрасные, и мнения их были настолько четкие. Я не знаю, как можно после того, как это услышать, ну, продолжать переживать. Они сказали, что каждый раз, когда они берут телефон, компьютер, у них есть четкая цель, задача. Они не берут, никто из них не сказал, что я беру телефон, чтобы тупить. Все сказали, что они берут за чем-то, за чем-то конкретным. Ну, вот, например, те, кто играет, да, они погружаются в другую реальность, они отрываются от этой реальности. И жизнь реальная, она не кажется им такой интересной. Вот в этом психологе, например, некоторые, да, когда говорят в отрицательные стороны влияния гаджетов, они именно на это обращают тоже внимание, что дети уходят от реальности, им тяжело вернуться в реальность, поскольку она не такая яркая, не такая интересная, и с какими-то обязанностями. Что вы считаете? Как вот вы думаете? Здесь это тоже большой вопрос очень. Вот как раз про игры можно посвятить прямо отдельную передачу будет, пообсуждать. А, в общем, можно сказать следующее, что интересность и сложность этого мира виртуального, она такое достаточно имеет отвлеченное понятие. Что я имею в виду? Что, с одной стороны, сложность игр и сложность этого мира достаточно высокая, и интересность его, соответственно. Вот, то есть она выше, чем просто если ребенок играет с какими-то предметами. Но при этом она менее сложная, если сравнивать ее со социальными играми или ролевыми играми, в которые дети играют. В этом случае, вот из нашего опыта, который мы видим при взаимодействии с детьми, когда рядом с детьми, которые сидят в гаджете, начинает происходить какая-то игра, которая имеет такие нюансы, то есть ролевые, социальные, сложные игры, они сразу же их откладывают и идут играть в эту игру. Причем скорость реакции их почти мгновенная, и им никто ничего не говорит, что надо, давайте поиграем, что-то поделаем там и так далее. Просто разворачивается игра, они мониторят, то есть это говорит о том, что они не полностью туда переходят, а они постоянно находятся в существующем мире. Они мгновенно переключаются в течение нескольких секунд буквально. Переключаются, идут играть, и там играют, пока эта игра не закончится. То есть пока вот, или если дальше продолжится еще игра, они дальше играют в эту игру и так далее. То есть они играют, 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 пока не возникнет такой момент, как сказал один из детей, что совсем нечего становится делать. Становится тихо, спокойно. Тогда, когда скучно. Да, ну когда нечего делать, да, а создавать игру вроде как и не с кем. То есть дети есть еще одно свойство, они сами создают игры. Вот, но когда не с кем их создавать и нет такой возможности. Ну самозанятость ребенка тоже должна как-то проявляться. Из-за того, что сами игры имеют достаточно высокую сложность, а дети, играя в них, у них мозг двигается и развивается, и наращивает нейронные связи с огромной скоростью. Потому что это уже давно не Тетрис и не там шарик перелетающий, а это сложные игры, которых много свойств, в которых происходит многопользовательское взаимодействие. Они же в игре уже с ботами неинтересно играть. Интересно играть с людьми. Вот. И в этом плане сложность позволяет наращивать, ну то есть их развитие идет в большой скорости. Есть у нас еще вторая часть детских мнений. Я предлагаю ее послушать, и после них сразу же уйти на рекламу. Вы спрашиваете, зачем нужны гаджеты? Я вам отвечу. Я думаю, что гаджеты нужны. Ну, например, тебе скучно или нечего заняться, ты можешь просто взять телефон и поиграть в Майнкрафт, Бравл Старс и всякие игры. Но родители говорят, что гаджеты больше нужны для, чтобы звонить родителям. Когда я была маленькой, ну или была где-то 8 лет, то мне попадал маленький кнопочный телефон. Он говорил, что телефоны нужны только для того, чтобы звонить. А больше, ну там и развлекательные всякие штучки, они не очень важны. Я люблю играть в телефон. Он мне нужен. Я очень люблю играть в телефон. И люблю играть в игры. Телефоны и планшеты нужны, чтобы звонить своим близким людям и играть в ваши любимые игры. Нам нужны телефоны, чтобы с ними играть и веселиться. Мы будем тогда рады. А потом еще делать уроки. И телефоны нужны, чтобы с ними веселиться и играть как будто, если в машине. Мне нужны гаджеты, потому что мне в последнее время становится скучно. И я люблю поделать всякие штучки на нем, поиграть. Телефон мой – это часть моей жизни. Нам плашенты нужно, чтобы звонить родителям и бабушкам. И еще, если мы сделаем уроки, можно чуть-чуть поиграть, и потом опять делать уроки, а потом чуть-чуть поиграть или позвонить. Мне нужен гаджет, чтобы спокойно, чтобы никто не кричал, посмотреть фильм про Самару. Мне нужен гаджет, например, ну, чтобы пофоткаться, или позвонить кому-то в трудную минуту, или поиграть, если скучно стало тоже. Детское мнение Продолжаем программу «Время и дети» на Пилот-радио вместе с Артемом Федором, сооснователем среды образовательных возможностей СОВАМ и милой Шурухиной, представительницей родительской аудитории. Мы разбираемся, как же гаджеты влияют на детей. Беседа идет, конечно, так-то, да, не без споров, но тем не менее. Пытаемся прийти к какому-то все-таки консенсусу. Есть еще вот такой момент, да, все-таки с какого возраста вот на ваш взгляд можно допускать детей? Кто-то говорит, вообще можно, чуть ли не с пеленок там, и ничего страшного, пускай там нажимает на эти кнопочки, да, кто-то категорично против. Ваше мнение? Вот здесь хочется еще развенчать один миф, который существует, о том, что главы IT-корпораций запрещают своим детям использовать гаджеты. То есть техническим способом, то есть у них это ограничение произведено. Мы промониторили эту информацию, что ни один, никто, ни Билл Гейтс, ни в тип жопс, ни одного подобного интервью никогда не давали. Они никогда не затрагивают эту тему, и затрагивают ее некоторым другим способом. Мы нашли одно интервью этой жены Гейтса, в котором она говорит, что у них есть одно ограничение на гаджет, это когда они садятся за стол, и тогда на этот момент они убирают гаджеты, чтобы они их не отвлекали, они разговаривают. Вот, но при этом все остальное время они в полном использовании. Единственное, что они ограничивают, это то, что их дети не должны использовать аппаратуру Apple. Вот, только свою аппаратуру, которую они производят, компания Microsoft, вот, и они говорят, что если вам что-то еще нужно в этом направлении, мы это сделаем. Для вас... Но все-таки на ваш взгляд нужно 0 плюс или все-таки... Здесь вообще, конечно же, опять-таки же, можно придерживаться любого мнения, но каждый родитель определяет для себя сам. То есть насколько он готов, насколько возможно в его семье это сделать, насколько возможно в его обстоятельствах это сделать. Вот, он, как каждый родитель, выбирает для себя сам. И в нашем сообществе каждый родитель выбирает свою какую-то схему. Вот. А мы, например, как я, как родители, у нас разрешено это 100% и полностью с самого маленького возраста. И мы наблюдаем и смотрим, что происходит за этим. Для нас это интересно, и происходят очень интересные эффекты. Про них можем отдельно поговорить. Вот. Решает каждый сам для себя. Мила, ваше мнение какое? Какое? Я буду как практикующий родитель. У меня двух детей. Одному 6 лет, а второму 2. А, второй. Я с первым ребенком пыталась ограничить его, когда он был совсем маленький. Потом изменил свой взгляд на какое-то критическое мышление. Я подумала, нельзя придерживать одной стороны, попробовать то и другое. В общем, со старшим с ним все понятно. Он без ограничений абсолютно. А что значит родилась дочь? Что же делать с ней? Стал понятно. Телефон никуда не убирала никогда. Стало понятно, что сам телефон ей не интересен. Что интересно только, гаджет интересен в тот момент, когда старший брат там же. То есть как будто бы между ними происходит некая игра. Она может его как-то звать в свой телефон, а он ее в свой. Хотя у них уровень познания гаджетов очень разный. Но они взаимодействуют. Моя история такая, что... А по времени вы ограничиваете пользование телефоном, гаджетами любыми? Нет, не ограничиваю. Дети делают это сами. То есть старший уже немножечко берет, ну, чуть-чуть понимает где-то, когда нужно перейти на другой род деятельности, или скучно, или что-то какие-то свои отметки. А младший просто делает за ним. То есть, наверное, общий какой-то итог нашего сегодняшнего разговора, это есть все-таки какие-то минусы, наверное, все-таки могут наблюдаться. Наверное, в зависимости от того, если родители, может быть, вообще не обращают внимания, ребенок целыми сутками сидит, вот тогда, наверное, все-таки это стоит задуматься, что гаджеты влияют как-то отрицательно на ребенка, на его развитие, на его необщительность и так далее. Но если это все-таки разумно происходит с точки зрения родителей, или с точки зрения, сами дети как-то чувствуют, где есть мера, то всё это замечательно, и гаджет позволяет развиваться, развиваться в нашем современном мире, естественно, который не представляется без гаджетов. Да, здесь хотелось бы подчеркнуть именно этот аспект, что очень важно, чтобы родитель наблюдал за тем, что ребёнок делает в гаджете. Не контролировал, а посмотрел, действительно, что происходит. Потому что вот эти вот какие-то исследования, какой-то внешний фон, он часто бывает, застилает родителю глаза на своего ребёнка. И если родитель понаблюдает действительно за своим ребёнком и посмотрит, что он делает, как и как это происходит, то у него, скорее всего, взгляд изменится. Поэтому основной тезис, который хочется сказать, вы наблюдаете за своими детьми, посмотрите, повключаетесь в этот процесс, и вы поймёте, что там происходит, как, и вы много опасностей вычеркнете для себя, какие-то, может быть, вы подтвердите, какие-то нет. И вот это вот очень важно. Всё очень индивидуально. Да, очень индивидуально. И на практике надо делать на своей. Видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твериград. Слушатели, пилот-радио и читатели портала Твериград могут предложить также свои варианты тем для обсуждения в наших следующих программах. Или, может быть, вас что-то тревожит в поведении вашего ребёнка, вы не знаете, что делать, нужен совет, пишите нам тогда на WhatsApp номер плюс семь девятьсот двадцать шестьсот девяносто три пятьдесят четыре восемьдесят два. И, конечно, мы дадим совет, да, профессиональный совет. Ну и, конечно, вот в прошлую программу мы об этом объявили, и нам уже некоторые люди начали присылать свои вопросы. И давайте прямо сейчас тогда заслушаем один из них «Время советов» в эфире прямо сейчас. Елена нам написала вопрос. Мама мальчика четыре года. Она пишет, что у нас в семье традиция обедать, ужинать вместе. Ребёнок отказывается садиться за стол, говорит, не хочет есть, но голодный. Просит сладкое, с ним бежит в комнату. Вот что посоветуете? Просто не хотелось бы нарушать семейную традицию. Артём. Здесь, может быть, несколько вариантов. Каждую конкретную ситуацию надо, как мы с нас говорили, что нужно рассматривать её более детально и подробно. Здесь, может быть, первый момент, да, что ему не очень интересна та еда, которую родители потребляют, да, поэтому он берёт сладкое. Это та еда, которая более ему соответствует его движению, его нагрузке, его тратам энергетическим, потому что сладкое – это очень большой объём энергии, который нужно восполнять. То есть обычно едой его восполнить тяжело, то есть нужно будет съесть очень много еды, а ребёнок так не сможет сделать. Вот это первый момент. А второй момент – с детьми очень интересно бывает взаимодействовать тогда, когда они открыты к этому процессу. То есть когда они что-то делают и вмешиваются в их процесс, получается, что они не очень готовы взаимодействовать в данный момент. Но они очень часто, родители вызывают на диалог. То есть они прибегают, либо что-то спрашивают, либо пытаются в какую-то игру вовлечь, то есть пойдём поиграем, там такая-то у меня игра, или посмотри, что я умею, или что вот я делаю там, да, а вот так-то ты можешь там и так далее. Вот в эти моменты ребёнок максимально открыт. И вот в эти моменты взаимодействовать очень позитивно для ребёнка. То есть и для родителя тоже, потому что они настроены, и ни у кого нету, скажем так, барьеров, и они взаимодействуют на одном языке. И это очень хорошо всегда. Более того, когда процесс такой происходит, у ребёнка возникает очень сильное понимание, что родитель всегда... На его волне. Да, на его волне. Он всегда поддержит, он рядом, он опора, он такой большой как бы, вот, и классный, потому что вот мы его спросили, и он отвечает мне. И по времени, на самом деле, это может быть совсем небольшие промежутки. То есть он прибегает, что-то общается буквально там 5-10-15 минут, и всё. Потом уходит, что-то опять обдумывает у себя, опять потом приходит, и получается, что вроде как нагрузка на родителя со стороны очень небольшая. То есть не нужно там 3 часа с ним постоянно сидеть, сидеть, играть, играть, играть. Если он выключается, его надо допустить, пусть он выключается. Но вы, в принципе, приветствуете вот эти совместные обеды. Я почему? Потому что во мнениях многих психологов, логопедов, как раз, да, вот этот вот момент, он очень, как они говорят, важен. Да, совместная вот эта вот трапеза, она способствует и дисциплине, и вот ребёнок слушает, как говорят родители, что говорят, артикуляция, речевой аппарат, да, развивается, и в том числе словарный запас. Вот, потому что мы не очень много времени, к сожалению, после работы имеем возможность провести со своими детьми вот на протяжении там, ну, не знаю, там часов трёх, наверное, максимум. У нас из опыта сложилось так, что мы, скажем так, не делаем это как процесс, да, но через некоторое время обедов и ужинов, когда вот мы собираемся с женой, садимся, кушаем, дети подтягиваются сами. То есть мы начинаем что-то есть, мы делаем ужин на всех, мы начинаем читать, они подтягиваются и смотрят так, что мы едим, ага, вот они уже накладывают сами, садятся за стол с нами, да, у них может быть с собой гаджет там и так далее, но при этом это не мешает, если мы хотим какую-то тему обсудить, мы её обсуждаем, вот, и мы можем обсудить тему в любой момент, не только за столом, но они как бы сами приклеиваются. То есть у них вроде как будто бы внутренне есть такая потребность. То есть открыться, ваш совет, наверное, открыться больше перед ребёнком, пустить его и войти, наверное, самим на волну ребёнка. Он сам вернётся, да, он придёт. Я надеюсь, Елена послушала наш сегодняшний совет. Спасибо вам, Артём. Тема нашей, кстати, следующей программы, «Время и дети», «Как ребёнка научить учиться» на этот же номер, плюс семь девятьсот двадцать шестьсот девяносто три пятьдесят четыре восемьдесят два ватсап. Ждём ответы ваших детей на вопрос, откуда вы чаще всего получаете свои знания и узнаёте что-то новое. Это вопрос для детей. Мы ждём аудио с ответом ребёнка. Оно должно быть не более двадцати-двадцати пяти секунд, откуда вы чаще всего получаете свои знания, узнаёте что-то новое. Если кто-то не запомнил номер, на портале Твериград мы его ещё раз опубликуем, там его можно найти, и, соответственно, прислать нам аудио в ватсап. Ну а теперь у нас время играть. Телефон нашей студии семьдесят восемь семьдесят семь десять. Вопрос у нас будет не сложный, а накануне у нас пригласительный в кино на два лица. Можно замечательно провести время со своим ребёнком. Итак, семьдесят восемь семьдесят семь десять. Вопрос у нас совершенно такой адекватный, я так думаю, касаемый нашей программы. Педагогически назвать нужно будет имя известнейшего советского педагога, один из трудов которого называется «Педагогическая поэма». Итак, у нас уже есть один дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Сергей. Сергей, очень рады вас слышать. У вас есть дети? Да. Да, но расскажите нам, кто? Мальчик. Мальчик. Здорово. Тогда очень будем надеяться, что вы знаете правильный ответ. Ещё раз повторю вопрос. Назовите имя известнейшего советского педагога. Один из трудов, его называется «Педагогическая поэма». Сергей? Так, к сожалению, труды не знаю, но знаю, только Антона Макаренко на ум приходит. Здорово. Сергей, вот я надеюсь, что вы и саму педагогическую поэму всё-таки, может быть, найдёте в интернете, хоть посмотрите, что это такое. Но мы вас поздравляем, у вас появилась возможность сходить со своим ребёнком вместе, провести время в кино. Оставайтесь на линии, мы вам буквально через минуту расскажем, как забрать пригласительный. Итак, спасибо вам за ответы, за сегодняшние комментарии. Я напомню, что участниками программы «В центре внимания» были Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей Лисовым и Мила Шурухина, представительницы родительского сообщества. Я, Марина Семёнова, мы все с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. До свидания. «Время и дети». Новое поколение, новые вопросы, теория и практика в ответах профессионалов. «Время и дети». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова